Быстрое продвижение Каупервуда, главы фирмы Каупервуда компания, последовавшая за блестящей операцией с займом, привело его, в конце концов, к встрече с человеком, весьма значительно повлиявшим на его жизнь. Это был Джордж Стинер, новый городской казначей. Такие люди, как он, встречаются тысячами на каждом шагу. Без малейшей прозорливости, без подлинной тонкости ума, без изобретательности, без каких бы то ни было дарований. Политическими судьбами города в те времена заправляли некий Марк Симпсон, сенатор Соединенных Штатов, Эдвард Мелле Баттлер и Генри Моленхауэр, богатый торговец углем и финансовый воротила. У них был целый штат агентов, приспешников, доносчиков и подставных лиц. Среди этих людей числился и Стинер, мелкое колесико в бесшумно работающей машине их политических интриг. Едва ли такой человек мог быть избран козначением в другом городе. Но население Филадельфии отличалось поразительным равнодушием ко всему на свете, кроме своих обывательских дел. Политика была отдана на откуп клики дельцов. Должности распределялись между теми или иными лицами, теми или иными группами в награду за оказанные услуги. Но да кто не знает, как вершится такая политика. Проведение кандидатуры Стинера трудностей не представило. Попасть в список кандидатов было уже равносильно избранию. И после нескольких недель утомительных публичных выступлений, когда он, запинаясь, лепетал избитые фразы о том, что Филадельфии прежде всего необходимо честное городское самоуправление, Стинера официально ввели в должность. Вот и все. Вступив в деловой контакт с Эдвардом Мелли и Батлером, Каупервуд оказался вовлеченным в круг порочных и недостойных махинаций. Семь лет назад, уходя из конторы Тай и компания, он дал за рук никогда больше не заниматься игрой на бирже. Теперь же он снова ей предался. Только с еще большей страстностью, ибо работал уже на самого себя, на фирму Каупервуд и компания. И горел желанием удовлетворить своих новых клиентов, представителей могущественного мира, которые все чаще и чаще прибегали к его услугам. Все они раздобывали закулисную информацию и поручали Каупервуду покупать для них те или иные акции. И вот теперь к нему явился городской казначей Джордж Стинер с предложением, которое нельзя было вполне отождествлять с биржевой игрой, хотя по существу оно ничем от нее не отличалось. В Филадельфии практиковался обычай при недостаточности наличных средств в казначействе выпускать так называемые городские обязательства, иначе говоря, те же векселя из 6% годовых. Это был обычный способ расплаты и с мелкими торговцами, и с крупными подрядчиками. Подобная система была, конечно, явно убыточна для мелкого торгового люда, но зато очень выгодна для крупных подрядчиков и банкирских контор. Скупая обязательства у мелких торговцев по 90 центов за доллар, банки и маклеры, если только они имели возможность выждать, в конечном итоге загребали крупные куши. Если это устраивало маклера или банкира, разумеется, своего, срок действия векселей, выданных на три месяца и уже подлежащих выкупу, продлевался еще на многие годы, и по ним по-прежнему выплачивалось 6% годовых, хотя бы город и располагал средствами для их погашения. Так шло тайное и преступное ограбление городской кассы. За время войны общая сумма непогашенных городских обязательств с выплатой 6% годовых выросла до двух с лишним миллионов долларов, и дело стало принимать скандальный оборот. И вот, для покрытия этой просроченной задолженности и для того, чтобы все снова было шито-крыто, городские власти решили выпустить заем примерно на 2 миллиона долларов, в виде процентных сертификатов. Сертификаты поступали в открытую продажу, а на вырученные за них деньги предполагалось выкупить давно просроченные обязательства. Нужно было найти маклера, сведущего во всех тонкостях биржи. Этот маклер, взявшись за распространение нового городского займа, придал бы ему видимость выгодного капиталовложения. Стиннеру посоветовали обратиться к молодому Каупервуду, как-никак с ним ведет дела Баттлер. Каупервуд внимательно выслушал городского казначея. Он знал, что если реализация займа безраздельно попадет в его руки, то он добьется блистательных результатов даже при самом крупном выпуске. В голове его уже маячил план, как принудить неосмотрительных биржевиков играть на понижение. Надо только заставить их поверить, что сертификатов этого займа в обращении сколько угодно. Потом они спохватятся и увидят, что достать их нельзя, что все сертификаты в руках у него, Каупервуда. Он начнет взвинчивать стоимость сертификатов, а потом пустит их в продажу. Уж тогда и он немало загребет на этом деле. Каупервуд был слишком сметлив, чтобы не догадаться, что за всем этим скрываются политические заправилы города и что за спиной Стиннера стоят люди куда более умные и значительные. Но что с того? В конце концов, было решено, что Стиннер реализует через него и только через него все сертификаты городского займа. Трудно с полной ясностью объяснить, какая невидимая, но могучая сила сосредоточилась таким образом в руках Каупервуда. Надо не забывать, что ему шел только 29-й год. Вообразите себе человека от природы одаренного талантом финансиста и манипулирующего огромными суммами под видом акций, сертификатов, облигаций и наличных денег так же свободно, как другой манипулирует шашками или шахматами на доске. А еще лучшее. Представьте себе мастера, овладевшего всеми тайнами шахматной игры. Прославленного шахматиста из тех, что, сидя спиной к доске, играют одновременно с 14 партнерами, поочередно объявляют ходы, помнят положение всех фигур на всех досках и неизменно выигрывают. Ресурсы его расширились теперь безгранично. Пределом им служили только время да его собственные энергии и находчивости. Политические заправилы города не имели даже представления, каким золотым дном стало для Каупервуда это предприятие, ибо не подозревали всей изощренности его ума. Его пригласили финансовым консультантом. Он дал совет, и этот совет был принят. Прекрасно. Каупервуд не принадлежал к людям, склонным терзаться угрызениями совести. Он по-прежнему считал себя честным финансистом. Ведь он был не более жесток и беспощаден, чем был бы всякий другой на его месте. Между тем, постройка домов для семейств старого и молодого Каупервудов и переделка фасада банкирской конторы Каупервуд и компания быстро продвигались вперед. Когда строительство было закончено, оказалось, что оба дома и в самом деле весьма эффектны, оригинальны и нисколько не похожи на заурядные особняки по соседству. Теперь архитектор уже начал постепенно отделывать и обставлять комнаты в стиле разных эпох, что сыграло большую роль в развитии художественного вкуса Фрэнка Каупервуда и расширило его представление о великом мире искусств. С этого времени в нем пробудился живой интерес к произведениям искусства и к художественным изделиям, картинам, бронзе, резным безделушкам и статуэткам, которыми он заполнял шкафчики, тумбы, столики и этажерки своего нового дома. Глядя, как растет его новый дом, Каупервуд проникался со знанием своей значимости, а отношения, неожиданно завязавшиеся у него с городским казначеем, были как широко распахнутые двери в елисейские поля удачи. По случаю новоселья у Каупервудов устроили большой прием. Приготовления к приему рассматривались Каупервудам как вопрос чрезвычайной важности, ибо из деловых соображений необходимо было пригласить избранное общество. Нельзя было не пригласить батлеров, родителей и детей, поскольку Фрэнк явно симпатизировал им, хотя Эйлин казалась Лиллиан не совсем подходящей для собравшегося у них общества. «Поверь, Анна, я иногда очень сожалею, что дела Фрэнка вынуждают меня общаться с такими людьми», говорила миссис Каупервуд невестки. «Миссис Батлер, боже, какая это скука! Сердце у нее доброе, но до чего же она невежественна? А Эйлин просто неотесанная девчонка и развязана до невозможности». Интересно, однако, что именно Эйлин приковывала к себе их внимание и возбуждала любопытство своими экстравагантностями. В какой-то мере они судили о ней справедливо, что, впрочем, не мешало Эйлин быть действительно красивой, а умом и силой характера значительно превосходить окружающих. Девушку это возмущало, что люди считают ее родителей и не без основания недостойными избранного общества и что это распространяется и на нее. Нет. Она ни в чем никому не уступает. Вот, например, Каупервуд, такой способный, быстро выдвигающийся в обществе человек, понимает это. В течение времени Эйлин сблизилась с ним. Он всегда мило обходился с нею и охотно разговаривал. Когда бы он не появлялся у них или не встречал ее у себя в доме, он находил случай обменяться с ней несколькими словами. Итак, Эйлин с сестрой получили приглашение, а папаша и мамаше Батлер в самой деликатной форме дали понять, что бал по окончании приема устраивается преимущественно для молодежи. Среди гостей Эйлин выглядела несколько слишком вызывающей, но объяснялось это не столько ее туалетом, сколько жизненной силой, бившей в ней через край. «У меня нет слов сказать вам, как вы прелестны», шепнула ей Каупервуд, словно между ними существовали какие-то давние им одним и известные отношения. «Вы – вся огонь и песня». Он и сам не знал, почему фраза эта сорвалась с его губ. Склонности к поэзии в нем, собственно, не было. Во время танцев Фрэнку изредка удавалось взглянуть на Эйлин. И каждый раз его наполняло радостное ощущение ее силы, ее красоты и бурной энергии. Как она еще молода, эта девушка. Как обворожительно. И какие бы колкости не отпускала его жена по ее адресу, он чувствовал, что она больше соответствует его прямолинейной, активной, неведающей сомнений натуре, чем любая другая женщина. Когда они закружились в ритмическом вихре вальса, Фрэнк и сам ощутил какую-то внезапную легкость, словно электрический ток, передавшуюся от нее. Она дышала здоровьем, молодостью и казалась ему поистине прекрасной. Как приятно танцевать с ней. Никогда он не думал, что в танцах может быть столько прелести. Он сжал ее руку. Эйлин робко подняла на него глаза. Несмотря на всю свою веселую и задорную силу, она боялась его. Он явно превосходил всех здесь присутствующих. «Я вам нравлюсь?» неожиданно спросил он как раз в тот миг, когда оркестр умолк. Эйлин быстро подняла глаза, в упор посмотрела на Каупервуда, но не могла выдержать его взгляда. «Да, конечно», – ответила она, стараясь держать дрожь в голосе, обрадованная, что музыка уже замолкла и сейчас можно будет отойти от него. Каупервуд понимал, что совершил или, по крайней мере, задумал вероломный поступок. Согласно кодексу общественной морали, он не имел права на такое поведение. Каупервуд от рождения был прежде всего рассудочным эгоистом, хотя к этим его свойствам в значительной мере примешивалось благожелательное и либеральное отношение к людям. «Мои желания прежде всего» – таков был девиз Каупервуда. Он мог бы смело начертать его на щите, с которым отправлялся в битву за место среди избранников фортуны, но сейчас ему нужно было тщательно обдумать и решить, как поступать дальше с Эйлин. Впрочем, Каупервуд, человек сильный и целеустремленный, и в этом вопросе сохранял полное самообладание. Он вовсе не намеревался поступать со своими деловыми интересами, которые разрастались день ото дня, но в то же время не намеревался и тотчас же отказаться от Эйлин. Слишком много радости сулило ему чувство, неожиданно вспыхнувшее в ней. В ближайшие три месяца они еще больше сблизились. Однажды вечером, когда она сидела за роялем у Каупервудов, Фрэнк, улучив момент, в комнате как раз никого не было, наклонился и поцеловал ее. Эйлин не воскликнула «Ах, или не надо!», а только встала, отошла к окну и, приподняв занавес, сделала вид, будто смотрит на улицу. Ей казалось, что она вот-вот потеряет сознание от избытка счастья. Каупервуд быстро последовал за нею. Обняв Эйлин за талию, он посмотрел на ее зардевшееся лицо, на ясные влажные глаза и алые губы. «Я люблю тебя», произнес он так, словно сам дивился своим словам. «Я не понимал этого, но теперь понял, как ты хороша. Я просто с ума схожу». «И я люблю тебя», отвечала она. «Я ничего не могу с собой поделать». Так поначалу протекал этот роман. Влюбленное в аркование, взаимные клятвы, никаких помыслов о серьезном решающем шаге и вдобавок очаровательно-идиллические прогулки верхом в тени уже зазеленевшего парка. Из рыцарских побуждений Каупервуд все-таки однажды заговорил с Эйлина о том, куда может завести их чувство. Пойдет ли она на это? Понимает ли она, что делает? Ровным, спокойным голосом он начал посвящать ее в технику запретных встреч. «Тебе нечего опасаться. Разве только по несчастному истечению обстоятельств наша тайна откроется. Все возможно, и тогда, конечно, нам будет не сладко. Миссис Каупервуд ни за что не согласится на развод. С какой стать? Если все обернется так, как я рассчитываю, если мне удастся нажить миллион, я не прочь хоть сейчас покончить со всеми делами. Мне вовсе не хочется работать всю жизнь. Я всегда собирался поставить точку в 35 лет. Но надо повременить еще несколько лет. Если бы ты была вольна, если бы твоих родителей не было в живых, любопытно, что Эйлен даже бровью не повела, выслушав это циничное замечание. Тогда дело другое. Он замолчал. Эйлен все еще задумчиво смотрела на бежавший у ее ног ручей, а мысли ее были далеко, в море на яхте, вносившей их вдвоем к берегу, где стоит какой-то неведомый дворец, в котором не будет никого, кроме нее и Фрэнка. Перед ее полузакрытыми глазами проплывал этот счастливый мир, словно завороженная внимала она словам Каупервуда. «Хоть убей, я не вижу никакого выхода, но я люблю тебя!» Он привлек ее к себе. «Я люблю тебя!» «Люблю!» «Да, да!» Грожа от волнения, отвечала Эйлен. «Я тоже люблю тебя!» «Я ничего не боюсь!» «Я нанял дом на 10-й улице», сказал он, прерывая молчание, когда они уже сели в седла. «Когда все будет устроено, зайди и осмотри этот уголок. Ты согласна?» «Скажи мне, когда все будет готово», в конце концов ответила она. Узнав Эйлен поближе, Каупервуд проникся уверенностью, что она единственная женщина, с которой он мог бы счастливо прожить остаток жизни. Она была так молода, доверчива, полна надежд и так бесстрашна. Все эти месяцы с того самого мгновения, когда их впервые потянуло друг к другу, он не переставал сравнивать ее со своей женой. Лиллиан ничем не походила на Эйлен. Она не обладала ни ее молодостью, ни живостью, ни презрением к условностям. Зная ее характер, он порой надеялся, что она, может быть, и не станет противиться разрыву в их семейной жизни, не исключено, что она даст ему развод. «Нет», — говорил он себе, «теперь загвоздка вовсе не в его семье, а в батлерах. С Эдвардом Мелли и батлером у него становилась теснейшая деловая связь. Старик не предпринимал ни одной сделки с многочисленными ценными бумагами, не посоветовавшись с Каупервудом. Эти операции с ценностями батлера, а также скупка случайных пакетов акций городских конных железных дорог и входили в обязанности Каупервуда. Усмотрев здесь источник богатой наживы, он, конечно, заботился и о собственной пользе, так что из акций, которые он скупал, только часть попадала в руки его могущественных клиентов. И тут к нему явился Джордж Стинер и предложил из подволь скупать акции конных железных дорог. План Стинера заключался в том, чтобы открыть Каупервуду кредит в городской кассе. На эти деньги Каупервуд должен был перекупить у северной пенсильванской компании линию конки, проходящую по фронт стрит. В Филадельфии укоренилась традиция, разумеется, в кругах местных политиков, а не всего городского населения, согласно которой казначей мог безвозмездно пользоваться деньгами города при условии, что со временем он возвратит их в кассу. Единственной неприятной стороной сговора со Стинером было то, что ни Батлер, ни Молленхауэр, ни Симпсон, то есть фактическое начальство Стинера, ничего об этом сговоре не знали. Сам Стинер, а также лица, стоявшие за ним, действовали через него Каупервуды в своих личных интересах. Великие мира сего, прознав об этом, могут разгневаться. Если же он откажется вести столь выгодные дела со Стинером или с кем-нибудь другим из местных воротил, он только сам себе навредит, ибо его с готовностью заменит другой банкир или маклер. А кроме того, нет никаких оснований предполагать, что Батлер, Молленхауэр и Симпсон об этом пронюхают. Здесь следует еще сказать, что Каупервуд, случайно проехав по коночной линии 17-й и 19-й улиц, щел ее весьма соблазнительным объектом. Нужно было только раздобыть необходимый капитал. Каупервуду потребовалось бы не менее 250 тысяч, чтобы завладеть контрольным пакетом и быть избранным в председателе правления. Зато, наложив руку на эту линию, он мог бы уже распоряжаться акциями всецело по своему усмотрению. Кредит, предложенный Стинером для манипуляции с северной пенсильванской линией, делал более реальной и аферу с линией 17-й и 19-й улиц. Каупервуд в это время в интересах городского казначейства неусыпно следил за курсом облигаций городского займа. Скупал крупные пакеты, когда на бирже намечалась тенденция к их падению, и продавал, правда, с большими предосторожностями, но не менее крупными партиями, заметив, что их курс поднимается. Для всех этих манипуляций ему необходимо было иметь в своем распоряжении немалые наличные суммы. Новое предложение Стинера позволит ему обратиться к казначею за большими кредитами для проведения других дел. Но если что-нибудь стрясется, ну, да там будет видно. Скажите, Джордж, сказал он однажды Стинеру, разве мы вдвоем не могли бы справиться с этим делом, не привлекая еще нескольких участников? По-моему, это было бы куда выгоднее для вас. Разумеется, разумеется, воскликнул Стинер, я уже начал подумывать об этом, но у них, Фрэнк, больше опыта в таких делах, чем у меня. Каупервуд мысленно улыбнулся, хотя его лицо оставалось бесстрастным. Плюньте на них, Джордж, продолжал он дружеским, конфиденциальным тоном. Мы с вами можем и знаем столько же, сколько они, и справимся с этим делом не хуже, если не лучше их. Я не предлагаю вам менять ваши намерения относительно Северной и Пенсильванска, это, пожалуй, было бы неудобно, но существуют ведь и другие комбинации. Может быть, в будущем мы с вами проведем вместе какой-нибудь дельце. Вам это будет весьма выгодно, да и мне тоже. На городском займе мы неплохо подработали, этого вы отрицать не станете. Подработали они впрямь очень неплохо. Не говоря уже о барышах, доставшихся китам, сам Стинер своим новым домом, земельными участками, щитам в банке, хорошими костюмами, всем своим изменившимся мироощущением, был обязан удачным манипуляциям Каупервуда с сертификатами городского займа. Как только вы решите, Фрэнк, что пора действовать, я открою вам кредит на ту сумму, какая вам понадобится, воскликнул Стинер. Спору нет. Если он сумеет как следует спеться с Каупервудом, богатство ему обеспечено. Этот человек на редкость удачлив и в высшей степени осторожен. Но если так пойдет дальше, он, Джордж Стинер, жалкий агент по страхованию жизни и продаже недвижимого имущества, станет магнатом, да-да, настоящим магнатом. Погруженный в эти мечтания, он шел по улице, забыв о том, что существуют такие понятия, как гражданский долг и общественная нравственность. В ближайшие полтора года Каупервуд в интересах Стинера и других, не позабыв, конечно, и самого себя, провел дело с Северной Пенсильванской линией, после чего сделал содержателем пятой части всех акций этой дороги. Вместе со Стинером он скупил акции коночной линии 17-й и 19-й улиц и также на паях с ним начал игру на фондовой бирже. Летом 1871 года, когда Каупервуду было около 34-х лет, его банкирская контора оценивалась в 2 миллиона долларов, из которых едва ли не полмиллиона принадлежали ему лично. И, судя по перспективам, открывавшимся перед ним, он в скором времени мог стать соперником любого американского богача. Город в лице своего казначея Стинера был его вкладчиком на сумму около 500 тысяч долларов. Штат в лице своего казначея Ван Ностранда доверил ему свыше 200 тысяч долларов. Целая орава политических деятелей и их прихвостней держала у него свои деньги. Задолженность Каупервуда различным банкам, зависевшая от того, какие из его ценностей находились в закладе, колебалась от 700 до 800 тысяч долларов. Подобно пауку в серебристой паутине каждая нить, которая им самим тщательно соткана и испытана, Каупервуд, находясь в центре сети блистательных деловых связей, зорко следил за всем, что происходило вокруг. Заветным его делом, которым он предавался с большей страстью, чем всем другим, были манипуляции с акциями конных железных дорог и прежде всего с акциями линии 17-й и 19-й улиц, фактический контроль над которой находился в его руках. Благодаря авансовому кредиту, открытому Стинером банкирской конторе Каупервуда в то время, когда акции этой линии котировались особенно низко, ему удалось скупить 51% всех акций для себя и для Стинера, и теперь он мог распоряжаться дорогой по собственному благоусмотрению. Короче говоря, Каупервуд был одним из тех первых дерзких спекулянтов, которые позднее захватили в свои руки другие, еще более важные отрасли американского хозяйства и в целях личного обогащения, в конце концов целиком подчинили его себе. Ничего не оценнее хорошей репутации и устойчивого положения. Его дальновидность, осторожность и точность очень нравились руководителям банкирских домов, и за ним действительно укрепилась слава одного из самых здравомыслящих и проницательных дельцов. и все же случилось так, что к лету 1871 года ресурсы Каупервуда оказались изрядно распыленными. Под влиянием успеха, всегда ему сопутствовавшего, он стал менее тщательно обдумывать свои финансовые махинации. Богатее день ото дня Каупервуд вел все более широкий образ жизни. Филадельфийские антиквары, прослышав о его художественных наклонностях и растущем богатстве, наперебой предлагали ему мебель, гобелены, ковры, произведения искусства и картины. Как в его собственном доме, так и в отцовском было еще недостаточно красивых вещей, а вдобавок существовал ведь и дом на 10-й улице, который ему хотелось украсить как можно лучше. Уголок, где происходили его тайные встречи с Эйлин, постепенно превратился в подлинную сокровищницу. Некоторые комнаты здесь были меблированы еще изысканнее, чем в особняке Фрэнка. Несмотря на внешнее спокойствие Каупервуда, его душа всегда чего-то искала. Вначале единственным его устремлением было богатство, да еще женская красота. Теперь он полюбил искусство ради него самого. Он начал понимать, что женская красота должна быть окружена всем самым прекрасным в жизни и что для подлинной красоты есть только один достойный фон – подлинное искусство. Эта девочка Эйлин Батлер еще такая юная и вся светящаяся прелестью пробудила в нем стремление к красоте. И вот после нескольких лет тайной связи Каупервуда Сейлин, в продолжении которых узы их взаимного увлечения и понимания не только не ослабели, но даже окрепли, крянула буря. Беда обрушилась нежданно, как гром среди ясного неба. В начале это был всего только пожар. К тому же случившееся вдали от Филадельфии знаменитый Чикагский пожар 7 октября 1871 года, когда город, вернее, его обширный торговый район, выгорел дотла. И эта катастрофа мгновенно вызвала отчаянную, хотя и непродолжительную панику в финансовом мире Америки. Пожар, вспыхнувший в субботу, с неослабной силой бушевал вплоть до среды, уничтожив банки, торговые предприятия, пристани, железнодорожные пакгаузы и целые кварталы жилых домов. Наибольший урон, естественно, понесли страховые компании, и большинство их вскоре прекратило платежи. Вследствие этого вся тяжесть убытков легла на иногородних промышленников и оптовых торговцев, имевших а также на чикагских коммерсантов. Огромные потери понесли и многие капиталисты восточных штатов, вот уже много лет являвшиеся владельцами или арендаторами великолепных контор и особняков, которыми Чикаго уже тогда мог поспорить с любым городом на материке. Сообщение из Чикаго прервалось. В субботу и воскресенье уже ничего нельзя было предпринять, так как первые вести пришли после закрытия биржи, зато в понедельник новости стали поступать непрерывным потоком. Тотчас же держатели акций и облигаций железнодорожных, государственных, городских, иными словами, ценностей всех видов и разрядов начали выбрасывать их на рынок с целью выручить наличные деньги. Банки, естественно, стали требовать погашения суд, и в результате на фондовой бирже возникла паника. Быстро, отчетливо и ясно Каупервуд воссоздал картину своей собственной задолженности. Биржевая паника повлечет за собой не только востребование вкладов и необходимость погасить суды, но и сильно ударит по курсу ценных бумаг. Как ему реализовать свои ценности, вот в чем вопрос. Как умудриться продать их ненамного ниже курса, ибо иначе это поглотит все его состояние, и он неизбежно разорится. О, если бы у него было время! Три дня, неделя, десять дней! Гроза несомненно прошла бы стороной. Больше всего он тревожился из-за полумиллиона долларов, вложенных Стинером в его предприятие. Приближались осенние выборы. Кандидатура Стинера, хотя он уже пробыл на своем посту два срока, была выставлена в третий раз. Злоупотребления, обнаруженные в городском казначействе, привели бы к весьма серьезным последствиям. Служебной карьере Стинера пришел бы конец, сам он скорее всего оказался бы на скамье подсудимых, а для республиканской партии это означало провал на выборах. Ему, Каупервуду, тоже не удастся остаться в стороне. Слишком глубоко он увяз во всем этом деле. Если гроза разразится, он неминуемо обанкротится. А тогда выплывет на свет не только то, что он пытался наложить руки на конные железные дороги, эти заповедники, которые политические дельцы бережно хранили для себя, но еще и делал это при помощи незаконных суд из городского казначейства, из-за чего им теперь грозит поражение на выборах. На такие дела они не станут смотреть сквозь пальцы. Прежде всего, думал он, разрабатывая план действий, следует отправиться к Стинеру и потребовать у него дополнительной ссудой в 300-400 тысяч долларов. Стинер и всегда-то отличался сговорчивостью, а в данном случае, конечно, поймет, как важно, чтобы полумиллионная недостача в его кассе не сделалась достоянием гласности. К вящему его огорчению оказалось, что Стинера нет в городе, он уехал с друзьями стрелять уток и ловить рыбу, его ждали лишь через несколько дней. Внезапно у него мелькнула обнадеживающая мысль. Батлер, Молленхауэр и Симпсон – крупнейшие акционеры конных железных дорог. Они должны объединиться, чтобы поднять цены на бирже и тем самым оградить свои же интересы. Они могут повлиять на конъюнктуру, совместно с купая акции, при такой поддержке он сумеет продать свои ценные бумаги на сумму, которая даст ему возможность обернуться. Более того, не исключено, что ему удастся сыграть на понижение и неплохо заработать. Он решил тотчас же ехать к Батлеру, сокрушаясь лишь о том, что придется выдать себя из Тинера. Но что поделаешь? Лгать было слишком рискованно. Если ему не удастся заручиться сочувствием и поддержкой Батлера, он может обанкротиться, и тогда правда все равно выплывет наружу. Я ничего не стану от вас скрывать, мистер Батлер, сказал он, уповая на доброжелательное отношение старика. Как вам известно, я по предложению Стинера распространял выпуск городского займа, и после этой операции кое-кто из его друзей предложил мне вложить их средства в конные железные дороги. С тех пор я не переставал вести для них эти дела. Я лично занимал у Стинера большие суммы из двух процентов годовых. Если я потерплю крах, имя Стинера будет запятнано, и это пагубно отразится на всем городском самоуправлении. Разумеется, я не хочу оказаться банкротом, да для этого и нет никаких оснований. Если бы не угроза паники, я мог бы сказать, что мои дела никогда еще не были так хороши, но я не в силах выдержать бурю, если не получу помощи. Я хочу знать, окажете ли вы мне ее. Если я вывернусь, то даю вам слово принять все меры для скорейшего возврата денег в городское казначейство. Какую сумму вложил Стинер в ваше предприятие, осведомился Батлер. Он был несколько огорошен столь неожиданным оборотом дел. Вся эта история выставляла Каупервуда и Стинера в весьма невыгодном для них свете. Около 500 тысяч долларов, отвечал Каупервуд. Большие деньги, сказал Батлер. А много ли вам будет проку от того, что мы поддержим рынок? Очень много, отвечал Каупервуд, хотя, конечно, мне придется доставать деньги еще и другим путем. Кстати, у меня числится ваш вклад в сто тысяч долларов. Как вы полагаете, потребуются ли они вам в ближайшие дни? Возможно. не исключено, что и мне эти деньги будут так нужны, что я не сумею немедленно вернуть их вам без серьезного ущерба для себя, заметил Каупервуд. И это только одно из многих звеньев всей цепи. Я отлично выйду из положения, коль скоро от меня не потребуют погашения задолженности, а если на бирже не произойдет слишком резкого падения курсов, то никто с меня этого не потребует. В противном случае все мои бумаги будут обесценены, и я не выдержу. Старик Батлер встал. Дело серьезное, сказал он. Не надо было вам связываться со Стинером. Все это, как ни верти, выглядит достаточно неприглядно. Скверная, скверная история, сурово добавил он. Тем не менее, я сделаю все возможное. Многого не обещаю, но я к вам всегда хорошо относился, и не хочу оставлять вас в беде, разве только у меня не будет иного выхода. Неприятно, очень неприятно, и помните еще, что я не один решаю дела в нашем городе. При этих словах Батлер подумал, что Кауперут, собственно говоря, поступил вполне порядочно, своевременно предупредив его об угрозе собственным его интересам и выборам в муниципалитет, хотя, с другой стороны, он тем самым спасал и свою шкуру. Так или иначе, но Батлер решил сделать для него все возможное. Субтитры